В этом доме живет уже седьмое поколение. Родовое гнездо было построено еще прадедом двух сестер. Надежда Шутова и Светлана Балобина – дети войны. Когда в 42-м году в Анапу пришли немцы, они еще не понимали все серьезности положения. Но им пришлось быстро повзрослеть. В этом подвале семья пряталась от бомбежек. На обшарпанных каменных стенах остались засечки. Столько дней люди боялись выйти из укрытия под грохот разрывающихся снарядов. Бомбили страшно. Тут тоже. Снаряды рвались вот рядом в этих огородах у соседей. А на углу дом был родниковый и садовый. Там прям снаряд в стенку в дом попал. Как люди остались живы, не знаю. Бедную нашу Анапу бомбили, что йо-йо, и как там. И люди с города, все бежали сюда, значит, в Алексеевку к нам. Тут меньше бомбили. Там порт был, этот морской же, там вся эта была кутерна. А мы тут в Алексеевке, и к нам люди ходили ночевать. Их отец ушел на фронт и погиб на переправе в Керчи в 43-м. Остались только пожелтевшие фотографии и похоронка. В то время семье удалось выжить только благодаря огороду и корове. Спасительницу, как ее называют сестры, прятали от немцев до конца войны. Один раз даже в трансформаторной будке. С горестью о войне вспоминают и те, кто оказался в то время вдалеке от малой родины. В этом году Вере Яковлевне Шубиной исполнилось 102 года. Она была фронтовым поваром. А страшные новости узнала, будучи в Москве. Пошла в магазин. Зашла в магазин, вдруг народ бежит, бежит, бежит. Продавцы говорят, что вы делаете, вас милиция заберет. Они это, вышла на улицу, а Молотова говорит, война. После освобождения Анапы Вера Шубина вернулась на Кубань. Здесь вышла замуж, создала семью. Сейчас живет вместе с дочерью. Часто заходят в гости к своим соседям. У них много общего. Одна история, одна страна, одна война. А вместе, как говорится, и любые беды переживаются легче. Всякие жизни бывают моменты тяжелые и неприятные. И когда с кем-то чем-то поделишься, то это уже полбеды – давай. Полгоря – минус. Сейчас эти героические женщины воспитывают уже правнуков. Но признаются, что пока им не рассказывают подробности той страшной войны. Ограничиваются поучительными историями из жизни. Но когда придет время, обязательно передадут фотографии и письма вместе с памятью, как часть нашей истории.